друзья всем привет привет всем подписчикам привет всем новым подписчикам напоминаю кто еще кто нас не смотрит вы находитесь на канале автоподбор 25 занимаемся мы помощью при покупке автомобилей помогаем вам приобрести автомобиль на расстоянии можете приехать можем здесь помочь выбрать автомобиль занимаемся можем помочь отправить вам автомобиль сейчас зима да не то что зимой В принципе всегда в любое время года Докупить вам запчасти, колеса Резину и в принципе Все остальное Также кто уже ездит на японском автомобиле Они конечно ломаются Но ломаются редко Допустим вам нужны какие-то запчасти Я не знаю там кузовные Подвески и так далее Во всем этом мы можем вам помочь Вот Хочу сказать Кстати сегодня ролик будет такой Сегодня не будет у нас автомобилей Немного вам покажем Как искать автомобили во Владивостоке Потому что многие не знают Многие не знают как их находить Многие не знают что такое автомобили в пути и под заказ Будем звонить Выберем какой-нибудь автомобиль Будем туда звонить Сразу хочу сказать Это мы уже сделали То есть ролик он записан Записан на экран телефона Вот произошла там небольшая заминочка Сам процесс разговора С этой компанией по телефону Он не записался Поэтому будет там промежуток минуты 3-4 Можете перемотать И продублируем это сделаем Запишем уже Уже на камеру Вот и ребят у нас Снегопад Дождь ледяной прошел давным-давно Но проблемы со связью еще остаются Поэтому не обижайтесь на неотвеченные комментарии Все комментарии в предыдущем видео Они пролайканы Сердечки везде стоят Но к сожалению интернет Он тупит Работает с трудом Мне допустим до сих пор дома Даже дома до сих пор интернета нету Поэтому видео монтируем Вне дома Вот Но по городу ездить Смотреть автомобили И параллельно отвечать на комментарии К сожалению это неудобно Вот На все комментарии будут ответы И еще один такой момент Многие не то что обиделись Да У некоторых нет инстаграма В предыдущем видео Разыгрывали две вонючки По инстаграму Кстати вонючки будут разыграны Ролик вышел у нас вчера Вот Поэтому они все еще посмотрели Разыграем наверное в пятницу Так как у многих нет инстаграма Мы разыгрываем еще Две японские вонючки Сейчас в этом видео Они куплены Вот они есть Не переживайте Это не те вонючки Которые разыгрываются в инстаграме Докупили еще две японские вонючки Поэтому Чтобы Участвовать в розыгрыше Вы должны быть подписаны На нас У вас профиль должен быть открытый Пишите в комментариях Под этим видео Свой город И последние четыре цифры Номера телефона Если не дай бог Получится так То что один человек Выиграет вонючку И в инстаграме И на ютуб канале Такое конечно может случиться Но Не знаю То Будем Будем переигрывать Поэтому Пишите Вот Ну что еще сказать Кому нужна помощь Звоните Пишите Обращайтесь Большая просьба Не звонить Не звонить По ночам Наши телефоны Наши контакты Указаны под видео Под всеми нашими Нашими видео Появились у нас Кстати какие то дублеры В общем мы работаем Сергеем вдвоем Отвечаю на звонки Либо я Либо Сергей То есть больше быть Никого Там не может Ну и Немного Отвечу Потому что Не все понимают Что такое Ребят смотрите Звонок там Мне нужен Подбор автомобиля Сколько стоит Подбор автомобиля Столько то Столько то Ой а что так дорого Вы не путайте Есть осмотр Автомобиля Одного Стоит он 2000 рублей То есть Вы Сами нашли Автомобиль На сайте Дром.ру Скинули нам Ссылочку Мы поехали Проверили этот автомобиль Сделали вам полнейший Фото и видео Учет Получаете порядка Там 150-200 фотографий Где будут все Ниансы автомобиля Замеры толщины Мера Фотография Деталей Низа автомобиля Фотографии Сканера Работы двигателя Ну в общем В принципе Будет все 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 Вот Есть подбор автомобиля Что такое Подбор автомобиля Допустим Вы хотите себе Honda Fit Денег у вас В районе 850 тысяч Мы с вами Обговариваем состояние автомобиля Пробег Цвет Комплектацию В общем Все Все нюансы И начинаем Смотреть все автомобили Которые продаются В Владивостоке То есть Есть два вида подбора Есть подбор Пробежного автомобиля Есть подбор Беспробежного автомобиля Допустим Вы хотите Беспробежный автомобиль Денег у вас 850 тысяч Мы с вами Все это дело Обговорили И ищем Данный автомобиль На рынке Пересматриваем Абсолютно все варианты Которые там есть Не важно Сколько их там будет 10, 15, 20 Хоть 30 автомобилей Пересмотрим все Выберем самый лучший Далее значит Мне нужно поставить Автомобиль на автовоз Нет такого понятия Что мне нужно поставить Автомобиль на автовоз Есть Сопровождение сделки То есть Автомобиль на автовоз Вам может поставить продавец Вы можете Перевести ему деньги Я не знаю Куда вы там будете переводить На карту На сбербанк На счет на какой-то И так далее Но это уже без нашего участия Куда вы будете переводить деньги Кинет он вас Не кинет Тоже непонятно У нас есть Сопровождение сделки То есть мы проконтролируем Процесс перевода денег Продавцу От и до Если это допустим Карта сбербанка Договариваемся На определенное время Вы при нас Переводите денежку Если это Переводы через сбербанк И там раньше Это был перевод калибре Сейчас такие-то там Быстрые переводы Вот в общем Все это дело Контролируем Более подробно уже Как этот весь процесс происходит Это уже По телефону Кому действительно Будет интересно Просто так тоже Интересоваться Не нужно Значит Получаем деньги Рассчитываем сейчас Продавцом Ну либо сразу Они приходят ему на карту Забираем Автомобиль Забираем документы Перегоняем автомобиль В транспортную компанию Здесь у вас тоже Мы работаем С одной транспортной компанией Нам это удобно Потому что Основная Основные автомобили Они покупаются на рынке Находятся они Транспортная компания Недалеко Вот Поэтому стараемся На чужих автомобилях По городу Не ездить Но тут тоже То есть Захотите Другую транспортную компанию Без проблем Куда скажете Туда автомобиль поставим Хотите это будет ЖД Хотите это будет Автовоз С транспортной компанией Заключается договор Делается договор Отправитель Ну как правило Всегда я Получатель вы Ну и третья лица Транспортная компания Делается фото и видео Отчет вам автомобиля Перед отправкой Чтобы не дай бог Какие-то там Нюансы происходят Если это происходит В транспортной компании Ну и соответственно Составляется Дехтовочная ведомость Где транспортная компания Фиксирует Все косяки Которые есть На автомобиле Вот это так Такое небольшое вступление Вкратце Поэтому если вам нужна помощь Пишите Звоните Обращайтесь Ну а теперь давайте Посмотрим все же Где и как искать Автомобили Друзья Как же все-таки Искать на каких сайтах На каких автомобильных сайтах Искать автомобили Которые продаются У нас в Приморском крае Сразу хочу сказать Сайт Авито Автору У нас не актуальны Вот потому что Приморский край В Приморском крае Все автомобили Продаются на сайте Дром Точка Ру Видите Можно в принципе Заново написать То есть в любом Абсолютном В любом поисковике Набираем Дром Точка Ру Ну и соответственно Перейти Я ни в коем случае Не хочу сказать Что Авито Автору Какие-то Не то что знаете Не актуальные сайты Как же вам так сказать Это правильно У нас по большей части Там развод Да Какие-то продавцы Дублируют там Объявления Но еще раз повторю Все автомобили Все На дроме Потому что Допустим Авито Нам скидывают Автомобили С авито Получается Пытаешься Дозвониться То трупу не берут То еще что-то То оставьте За дата То переведите Деньги на карту И так далее И тому подобного Поэтому только Дром И так Зашли Дром Кстати Дром Он По всей России Я так понимаю Это самый продвинутый Автомобильный Сайт Вот Естественно Выбираем Ну допустим Не допустим Да Владивосток По большей части Все автомобили Конечно Продаются В Владивостоке Дальше Значит Такая ситуация Многие спрашивают Почему Одна и та же машина Стоит по разному То есть Там Какой-нибудь Какая-нибудь Эстима Стоит 500 тысяч Да И тут же Она стоит Полтора миллиона Сейчас мы к этому С вами Постепенно Подойдем И так Зашли на сайт Дром.ру Приморский край Владивосток Здесь можно выбрать Марку автомобиля Есть абсолютно Все марки Сегодня мы этого Делать не будем Модель Поколение Поколение Не вижу смысла Ставить Цена Диапазон цен Поставим с вами Поставим максимальную Цену Сегодня будем смотреть Автомобиль за Допустим За полтора миллиона Год будем смотреть Возьмем от 2014 года КПП тоже Ставить не надо Потому что Не каждый продавец Указывает топливо То же самое Объем двигателей Ставить не будем Хотя можно здесь Выставить Все что хотите Привод можно не ставить Можно просто Прочитать Есть такие продавцы Которые могут Не указать Привод могут Перепутать И так далее Обязательно Ставим галочку Не проданы С фото Без фото Это уже На свой Скажем так Вкус Нажимаем галочку Расширенный поиск Можно выбрать Тип кузова Сегодня мы Ставить этого Не будем Я вам Чуть дальше покажу Как удобно Этим пользоваться Цвет Тоже ставить Мы сегодня Не будем С фото Проехали Документы Смотрите Важный параметр Ну давайте Сейчас Вернемся То есть Здесь есть Две галочки Не важно В порядке Документов Нет Либо Проблемы Это вот Как бы касается Цены на автомобили Повреждения Не требуют Ремонта Требуют Ремонта Или не на ходу Мы ставим Не требуют Ремонта Документы Мы ставим В порядке К этому Повреждениям Тоже вернемся Руль Мы только За правый руль И на марке Четки БДД Не вижу смысла Это ставить Мощность Тоже пробег Тоже не надо ставить Можно поставить Галочку Без пробега Что касается Ключевые слова Я бы тоже Я бы это не ставил И нажимаем Поиск Кстати Можно поставить Радиус Владивосток Плюс 100 Плюс 200 Км 500 Тысяча И так далее И так Вот в принципе У нас вылезли Все автомобили На данный момент До полутора миллионов До полутора миллионов Передний привод 4 ВД Ну абсолютно Все автомобили Которые есть у нас В Владивостоке Вот эта вот галочка Зелененькая Означает То что Объявление Его прикрепили Оно на самом верху Вид 16 год Литровый Ну и в принципе Заходим Да здесь есть все данные У автомобиля Кстати Что касается Данных И тактика Техническая Сейчас тоже покажу Двигатель Один литр Мощность 69 лошадиных сил Можно кстати Зайти Посмотреть Налог Налог На 2020 Год Всего 580 рублей Это для Приморского края Хатчбэк Пять дверей Цвет серебристый Пробег 167 тысяч БП Без пробега Третье поколение Продавец Описывает Нам Автомобиль Он хороший И замечательный Так Что я вам хотел Здесь Еще показать Смотрите Технические данные Многие спрашивают Что там стоит Вариатор Какой клиренс Ширина Длина Автомобиля И так далее Ну Поверьте В каждом видео Про это говорить И Про каждый автомобиль Тоже Если честно Не вижу смысла То есть Кому это действительно Интересно Заходим Технические характеристики Тойота Виц С интернетом До сих пор Проблема в городе И Смотрим Здесь у нас Значит Смотрите Сколько Поколений И рестайлов Да Всего Три поколения Виц Начал выпускаться С 1999 Года Мотор У них 1 литр 1 и 3 Есть Полторашечный Ну Допустим Заходим В рестайлинг До 2017 Год Второй Рестайл Выпускается Автомобиль С первого Месяца Семнадцатого Года По первый Месяц 2020 Года Ну И вот Они Пожалуйста Заходим Есть Все данные Можно Прочитать Статью Такую Небольшую Размеры Здесь Здесь У нас Все Указано Допустим Берем Литровый 69 Лошадиных Сил Двигатель 1 Кр Кузов Ксп 130 Передний Привод Заходим И уже Подробненько Смотрим Про данную Комплектацию То есть Штатные Шины Такие Объем Такой Там Мощность Такая Расход Такой Что касается Расхода Я не верю В это Вот Не верю И все Ну Не может Двиц Кушать 4,6 Литров Где-нибудь По трассе Да Он будет Только Кушать Трансмиссия Вариатор Привод Такой Клиренс 140 Миллиметров Объем Багажного Отделения 280 268 Литров Ну И вот Здесь Поехали Выпускался Такой Такой Клиренс Раносборки Число Дверей Зимняя Комплектация Руль Все Есть Колесная База Радиус Разворота Допустимый Вес Объем Тупривного Бака Бензин 92 95 Рядные Три Цилиндра Абсолютно Все Характеристики Автомобиля Ну Какие Шины Здесь И так Можно Зайти Посмотреть Каждый Автомобиль Ладно Выходим Отсюда Далее Сейчас У нас Вылез Список Автомобилей Идут Все подряд Что мы Можем Сделать Можем Поставить Модельный Ряд У нас Вылазит Все По Большинству То есть До Полутора Миллионов Самое Больше Это у Нас Хонда Фит Видите 137 Объявления Цена От 560 Тысяч До Одного Одного Миллиона Ста Тысяч Рублей Дальше Вицы Королла Филдер Лифы Ноты Аквы Еще Один Такой Момент Автомобили В пути И Под Заказ Как бы Это Грубо Не Звучало Это Все Развод Сейчас Вам Покажу Почему Скажем Так Наполовину Наверное Развод Процентов На 90 Так Вот Зашли Мы С В Аксио 5 Страниц Страницы Все Пролистали Дальше У нас Ну Давайте Так Смотрите Допустим Аксио 17 18 Год Полтора Литра Пробег 37 777 Тысяч Рублей Спускаемся Ниже Под Заказ Пути Аксио 18 Год 4 ВД 27 Тысяч Пробег Цена 631 Тысяча Рублей 16 Год 545 Тысяч Рублей Ну Если Честно Я бы Сам Такую Машину Купил Допустим 18 Год Пробег Смешной 631 Тысяча Может Дешевле Найдем Еще Дешевле Мы Не Найдем Итак Заходим Смотрим Займы Нужно Продать Сначала Свою Авто Это Нам Неинтересно Важно Только У нас Правдивые Цены На Авто Как Определить Реальность Авто Правдивую Цену Туда Сюда Все Фотографии Только В помещении За Будь Недостоверной Не Верьте Что Авто Куплено Не С Аукциона В магазине Закрыта Стянка Без Аукциона Листа Это Все Неправда Все Авто Которые В Россию Покупаются С Аукциона И только На Аукционе Самой Низкой Цены Поэтому Только У нас Реальная Цена За Реальный Автомобиль Дают Какую То Ссылку На Лоб Автомобиль Находится В Японии Готов К Отправке В Владивосток Цена Указана Под ключ Со Всеми Расходные Включая Там Можно Оформление Полная Пошлина Сонный Сбор Уплачен И так Далее Поможем Подобрать Автомобиль Наши Преимущества Ну И тут Они Знаете Начинают Начинают Себя Расписывать Давайте Посмотрим Аукционный Лист Есть У него Лежит Аукционный Лист Оценка РА Это Переводится Как Машина Восстановленная После Серьезной Аварии Да Ну Кузов В принципе Целый Давайте Знаете Что С вами Сделаем Я Уверен На 99% То Что Я Сейчас Позвоню По Этому Нумеру Телефона И Мне Скажут Что Автомобиль Либо Продан Либо Под Задатком Либо Там Еще Чего Нибудь Напридумывать То Есть Ну Давайте Вот Неб Неб Продолжение следует... 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 То есть ездить на них нельзя На учет поставить их нельзя Это если честно металлолом Везутся такие автомобили На запчасти распродаются Ну либо Деятели делают все это незаконно Переваривают планки Планки Так называемые конструктора Это все незаконно На учет такой автомобиль поставить нельзя Поэтому всегда смотрите автомобили только с документами Те автомобили которые с документами Они все полнопошенные Все без проблем встают на учет Но опять же если там что то кто то чего то не замутил Поэтому в любом случае любой автомобиль Нужно Проверять Дальше Документы ставим в порядке Повреждения Требуют ремонта Сейчас у нас вылезут Битые автомобили Да в чем то плюсы Таких автомобилей приобретения Допустим вот она Сиента 17 год 595 тысяч рублей 4 ВД Пробег 60 тысяч Как правило Пробеги на таких автомобилях На подбитых не скручивают И везутся Они везут специально Везутся с небольшими пробегами Ну здесь уже Человек сам решает Покупать ему такой автомобиль Или не покупать Опять же на расстоянии Такие автомобили покупать сложно Такой автомобиль нужно увидеть вживую Предоставляет нам фотографии То есть мордочку подбит Казалось бы совсем Ничего Да Мордочка вот Столичка задета Не вижу что здесь на крыше Какой-то такой вот ударочек у нее был А ну вот видите Вот вообще тут колесо Вывернуло Заднее правое крыло Вообще замяло Особенно хонды Нужно смотреть Потому что Хонды такие автомобили Когда Буквально там Какая-то притертость Небольшой скользящий удар По бамперу У хонды взрываются Подушки Ну вот Как-то вот Вот так вот Здесь наверное И стойку центральную замяло И порог Крыло под замену Будет скорее всего Двери Не знаю Что тут Нужно будет делать С автомобилем Ну предоставляет нам фотографии То что Подушки не сработали Подушки Целые В автомобиле Но опять же Даже если это битый автомобиль Это нужно Нужно его проверять Потому что как правило Они покупаются Либо без аукционника Либо на аукционе Кистоит печать То что аукцион ответственности За автомобиль несет И с этим автомобилем Могло произойти ДТП еще До того Как Как вы относитесь Общая Убитую К битым автомобилем Вот Руми 505 тысяч рублей Руми Танк Субару Джастер Это Одно и тоже Заднюю часть Досталось Тазик Под замяло Наверное Тянуть что-то придется Вот Ребят Ну Теперь думаю Все знают Как искать автомобили На каком сайте Вот Поэтому еще раз повторю Авито Афтору Да Продавцы могут дублировать Там какие-то Свои объявления Но 90 Наверное Там 9% Автомобилей Продаются Все На сайте Дром Точка Ру Кстати Если внимательно Посмотреть На дроме На галочке На объявлении Есть автомобили Которые находятся В пути Да Якобы Они уже Где-то там Плывут Не знаю В город Владивосток Есть автомобили Которые Под заказ Так вот Автомобили Которые в пути В некоторых объявлениях Указаны Аукционные Выкладывают Аукционный лист Автомобили Которые Указаны Под заказ Аукционных листов Что-то я там Не нашел Вот И напишите Пожалуйста Еще в комментариях Кто приобретал Автомобили Именно через Аукционную компанию На расстоянии Потому что Насколько я это понимаю Ну Вы не получаете Вот Той компании С которой вы работаете Полнейший фотоотчет Порядка 150 Там 200 фотографий Вы не получаете Работу двигателя Вы не получаете То есть Автомобиль Не подключается К сканеру Были ли у кого Какие нюансы В плане Недостоверно Предоставленной Информации Либо может быть Какие то Аукционные листы Были поддельные Потому что Поверьте Мы работаем Давно У нас Встречается это часто Когда обращаются К нам люди Когда они Автомобили Уже получают То есть Мы приходим Они нам показывают А вот Нам в компании Дали вот такой Аукционный лист Мы смотрим А там идет Полнейший Несоответственно И кстати Последнее время Аукционные листы Попадаются Именно оригинальные Они бьются Пробиваются По статистике Но идет Несоответствие Может быть Какая-нибудь Мененая деталь Может быть Крашеная деталь И так далее Поэтому напишите В комментариях Что вы думаете По этому поводу Как бы вы хотели Приобрести себе Автомобиль Все таки Через аукционную Компанию Либо Непосредственно Уже здесь Уже здесь На рынке Вот смотрите Уже непосредственно С телефона Зашли Да Вот что тут Есть у нас Интересно Я не знаю Как вам будет Видно на камеру Камеру поближе Поднес Давайте Наверное Возьмем с вами Смотрите Honda Fit 2017 год 435 тысяч 4 ВД Пробег 34 тысячи Но Опять же Я думаю По этому автомобилю Смотрите По кузову Он целенький Да По кузову Он идет Целенький Комплектация Тут непонятно Но это обычно Наверное Комплектация Да Дата прихода В Владивосток 26.12 Звонит Если остались вопросы Поможем Привезти любой автомобиль Из Японии Под ваши пожелания Сейчас я буду звонить Узнаю Поинтересую Что происходит С этим автомобилем Вот Но я почему-то думаю То что мне скажет Либо это топляк Либо это битье Либо он опять же В залоге Не в залоге Да Либо уже внесли Какую-то сумму За него И так далее Ну где взять Фит 2017 год 435 тысяч 4 ВД С пробегом 34 тысячи Даже если это Какое-то Конкретное битье Да не на рынке Стоят там Блин Больше 600 тысяч рублей Ну давайте Сейчас наберу Так потерял А где у меня тут Да Добрый день Алло Здравствуйте Подскажите У вас Фит продается Написано В пути 3435 тысяч А почему Секундочку Еще раз По Фиту Да Да Фит Синий 2017 год 435 тысяч Сейчас Посмотрю Секунду Так Так Скажите Пожалуйста Удобно будет Если перезвоню Вам В течении минуты Да Да Конечно Зайду в кабинет Посмотрю И перезвоню Жду Жду Спасибо Вот Ну не знаю Давайте подождем Немного Пускай он зайдет В кабинет Обещал Обещал минуту Посмотрим Что Что нам Ответят Пока сидим И ждем Звонка Прошло уже минут 5 По вот этому Фиту Смотрите Автовозы Подтягиваются И подтягиваются Вот Видимо Звонок Алло Да здравствуйте Еще раз Звонили По Фиту Да 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 Слушаю Вас Ага Пропадает Связь Так Идет По Владивосток Будет В конце Декабря Он Японии Стоянки Взятый Ударенный Взятый Под восстановление Едет Так Под восстановление Да Он приезжает сюда Едет Его нужно Доделывать У него удар Взятый Так он целый Стоит у вас Восстановлен плохо Я сделал В Японии Сделал плохо Ну он Аукционный Не аукционный Как Он не аукционный Да получается Нет Нет Не аукционный Он взятый Стоянки А номер кузова Можете дать Посмотреть Надо запросить Сейчас у директора Сейчас его К сожалению Нет Могу В принципе Да Спросить Поможить Чуть На ватап Удобного Будет Так Ну В принципе Да А Так Что я хотел спросить А как его Посмотреть Когда он придет Как он там Восстановленный Без проблем Звоните Приезжайте Смотрите Мы находимся На первой речке По факту Придется Звонимся Приезжайте Смотрите Все хорошо Понял Перезвоню Все хорошо До свидания Ну Не знаю В принципе Ожидаемый Да Такой ответ То что он Восстановленный Давайте Попытаемся Промониторить Эту ситуацию Да Позвонить Ближе К концу Декабря Туда Единственное Ну Как вам сказать Я думаю Меня спалят Потому что Если зайти В профиль Ватсап Ватсап Да Когда он Будет Отправлять фотографии Там будет написано То что мы Занимаемся Подбором Автомобилей Вот Давайте так Ребята Если эта тема Интересна То мы ее Будем развивать Смотреть Будем как бы Дозваниваться Будем звонить Не в одну компанию Вот Ну и Все таки Что Чтобы вам Стало ясно Да То что Хорошее Дешево Оно не бывает Да и в принципе Вот таких автомобилей Там Фитов По 435 тысяч 2017 годов Нет Такой автомобиль Будет стоить Там 700 тысяч 700 тысяч Плюс Ну что Вот такое у нас Получилось Сегодня ролик Кому это было Интересно Полезная Информация Я не знаю Может это конечно Банально Но поверьте Все таки Многие не знают То что Где искать у нас Где у нас На каких сайтах Искать у нас автомобиль На сегодня все Всем пока Не забывайте Оставить последние 4 цифры Своего номера телефона Указать город Где Вонючки Вас ждут